привет друзья общем переспала я ночь 2 3 с мыслью насчет люстры и что решила люстра люстрой там еще в леруа я эти плетики увидела не знаете чего хочу купить диван у меня видел диван кто я отмыл за 3000 мягкий уголок кресла и все никак не куплю какие-то такие вот покрывать чтоб не затиралась так часто и чтобы как-то в тон была на тон в цвет самой обивки дивана и в леруа нашла такие пледики иначе размером они 2 на 2 на полтора не 2 на метр семьдесят по моему что-то такие ты стоят они около тысячи рублей и думаю наверное я куплю два таких пледика разрежу пополам отдам портнихе она мне их вернее писала все разрежет подошьет и вот так хорстелю принципе померила по дивану а кстати узнать и поменяла мастера мастера мы не по маникюру интернете увидела подписалась на девочку у нее с в инстаграм страница и вышли вышел новый дизайн осень 2020 да я нашла вот такой мне понравился дизайн ногтей не грубо сказано вот этот цвет вообще обалденный знаете вот камера не передает он называется печеное яблоко я так представила что педикюр путь шикарно да вот этот цвет это он не белый молочный с какой-то тоже розовинка на камеру не передает а это тоже вот этот ноготь печеное яблоко но сделан с этой с присыпкой на них называется что не поблескивает в общем еще понравилась как-то девочка нет нет не кончено не ту девочка которую инстаграм я стырила этот дизайн ногтей показала кто девочки которые хотят девочка девочка но и по раз к на ногтей сделки аккуратно перезел очень аккуратно маникюр а это мне соседка наталья тут рядом живет со мной верно до своей маникюрсти не дозвонилась горчитому чистовать и нам телефончик сходишь не прям весь такой прям всем полдишь так что в общем так плетики точно плетики надо взять там жалко каждый раз 3000 приглашать чтобы мыли диван что ли и пульс садит хоть плясочек не плясусь плетики надо будет заехать купить собираюсь сегодня глируа опять заехать все вот так пока все чапа какая тень от тебя смешная все ночи такие прохладные стали все вроде поливать надо высохло да все и как-то холодно поливать вечерами в эти цветы мне сказали что можно заносить на зиму в горшке пересаживать они будут свести всю зиму не знаю правда ли нет жалко будет конечно они если пропадут и если их не оставить не знаю хотя может быть их можно оставить и здесь зимовать может как-то укрыть на подскажите мне девчонки кто разбирается цветах подскажите очень много буду все пересаживать переделывать все очень много будет делать петонью сейчас полила но тоже вот она как-то чахнется наверное скоро ее по выброшу все учет она вся сохнет не знаю почему ты лишь хорошо растет но я так подозреваю что все-таки землю как я нехорошую сюда засыпала по весне еще все он цветут смелые петуни крепкие хотя и хотели жить и цвели улись в горшке вот другая земля другая здесь точно земля и вот они поэтому такой вот хороший куст видите сушняк сушняк друзья привет мои хорошие еще раз не другой день так вышла сейчас во двор в сад свой сюда дело опять выше крыши все как-то меня пожухло ну холодная на ночь холодная же розы сейчас пойду обрежу себе по уберу по культуре многие некоторые уже прям многие розы практически все третий цвет набирают до самых заморозков на работу свести а замороз как бы не долбанули еще в ночь сегодня вообще леденючая ночь была включала котел потому что холодно холодно в этом и плюс до дома можно включить всегда на обогрев подруга звонит говорит ой колотун страшный в квартире говорит дочка между носки шерстяные напялила осень и за горами лак так приезжал в гости однокурсник искать но однокурсник да в институте мы учились полярка драница он из астраханского региона такой город харбали харбали называется так город учились мы все вместе важнее строительном институте а факультет промышленное гражданское строительство я сейчас не значит такие факультеты существует посидели повспоминали то изменился конечно ну так то в одноклассниках а видимся как видимся фотки если выставляем да так смотрим друг на друга я уже вообще практически фотки в эти одноклассники никуда не выставлять и не хочу причины для это значит что еще он рассказал а он значит я всем по специальности как раз поработала а он вообще не работал по специальности но ему пригодилось в каком плане учебу в институте но высшее образование с высшее образование естественно строительное для мужчин тем более он сразу же начал строить магазины и предприниматели был но принципе он и сейчас предприниматель настроил магазин и был очень успех я знаю что он был успешно же все равно общались же все успешным предпринимателем вот была хорошая выручка но вот с этим вот всем этими кризисами как только вошли вот эти все супермаркета естественно все хуже хуже вот пошло сходить сходить прям по убывающей год с трудом вышел из этого бизнеса сгорит просто сдаю вот эти все помещения чё такие помещения по 300 квадратов он настроил гардер это мне помогло я сам проектировал ну тогда еще можно было да все это делать сейчас то фиг чё спроектируешь без проектной организации сам хоть у тебя там арты архитектор или ты там строитель там или ты проектировщик фиг тебя должна быть лицензия для этого а тогда можно было еще после еще до 2000 годов все это можно было сделать как-то я не знаю как все происходило но было видимо легче он горит я все сам все проектировал а все по моим проектом его по 300 квадратов год на такие есть здание и тем же пику пятерочкам покупочкам там все сети аптек все год поздал живу горд хорошо неплохо на аренду хочу плохо то время свободно завались то есть ведь у кого была предприимчивая жилка у него была предприимчивая жилка он заработал так себе на видеомаклитофон в институте и он там они с двумя еще один молодой человек а потом сдавал студентов в прокат то есть стипендия была 50 рублей в месяц до он умудрался заработать 50 рублей за два дня за один день выходи за один день выходил если человек предприимчив он предприимчив во всем и вот так вот все конечно же проблемы свои это собственный бизнес это все очень тяжело и сейчас же он ведь как индивидуальный предприниматель у стоит аренды платят налоги как положено все обдираловские наши в нашей стране в общем посидели поговорили молодец что заехала как всегда потом договорились что встретимся там позовем и тех 1 в волгограде встретимся сходим там в консоведении посидим тем более есть у всех где остановиться разъехаться не ехать там и может вообще далеко ехать со своими однокурсниками однокурсницы в общем вот так приятный такой вечер был не это раньше ушла спать долго не могу сидеть они еще сидели разговаривали ну ладно пока на это закроюсь так рассказал поделилась с вами такой такой не знаю зачем поделилась рассказала кому это интересно да ну кому не интересно пролистывайте своего канала да ладно все пока пока ну а напоследок я хочу вам показать какое прекрасное блюдо я сегодня приготовил офигенно вкусное из кабачков запеканка просто просто бомбическое обязательно приготовьте девчонки быстро просто недорого нежно сочно до бесконечности можно говорить о вкусовых качествах для этого всего нужно что кабачок средний 4 картошки 2 луковицы 2 помидора на меч побольше можно 4 филе куриное и сыр все форму для запекания смазывайте оливковым маслом можно любым маслом у меня оливковое желательно и бортики тоже смазать в общем полностью всю форму обмазываете масло картошку нарезайте можно кольцами а можно полукольцами все кладете нарезаете лук готовите полукольцами тоже филе курицы так можно полосочками прям даже и ничего лучше полосочками все укладываете солите перчите по вкусу кстати картошку тоже можно посолить и поперчить по желанию я посолила и поперчила на мясо лук но желательно вот так его это говорю раздробить раздробить вот так красиво получается запах сразу идет прелесть кабачок я нарезала четвертинками потому что очень крупный был и все укладываю сверху на лук все очень просто девчонки вот так получилось у меня маленькая такая емкость поэтому получилось несколько слоев ничего все пропекается не первый раз дело помидорки тоже полукольцами нарезала сверху на кабачки уже помидорки но в один слой я сделала в один слой в два слоя думаю нет смысла делать укладывать и заливку делаем подливку 3 яйца майонез чтобы залить нашу запеканку в такую чашечку разбиваю яйца 4 ложки майонеза если сметан добавляю сметану тоже 4 ложки так как сметана меня не было я добавляю еще где-то 100 миллилитров водички все аккуратно перемешиваю вот таким образом и заливаю запеканочку все проливается желательно каждый уголок пролить чтобы она везде попала растеклась хотя будет печься везде все растечется и приготовил заранее сыр после того как она испечется в конце добавлю сыр и вот смотрите что получилось сыра сыр расплавился все шкварчит только что вытащила но как не попробовать как не попробовать сразу горячий с пылу жару прелесть пальчики оближь обязательно приготовьте но всем приятного всем аппетита попробуйте обязательно девчонки вкусно слов нет просто потрясающе правда